Взгляды, контакты, прикосновения, убеждения. Наш собеседник — это наше зеркало. Мир — это тот, чем являешься ты сам. Талантливые выпускники Казахстанской медиа-академии общаются с интересными людьми. В программе «Искусство интервью» с понедельника по пятницу в 7.05 и 19.05 на телеканале «Музлайф». Привет! В эфире передача «Искусство интервью» интервьюерами, в которой являются студенты и выпускники Казахстанской медиа-академии. Сегодня с вами я, Алмаз Бекпулат, и у меня в гостях кинорежиссер, член Союза кинематографистов Казахстана Серик Бул Утибергенов. Здравствуйте! Здравствуйте! Как настроение? Отлично! Я рад, что вы приняли наше приглашение, пришли и дали согласие дать интервью. И сразу, если перейду к первому вопросу, Серик, вам нравится ваше дело? Ваша работа? Безусловно! Почему? Потому что если я не любил бы это дело, я бы ими не занимался. Ну и как любой кинематографист понимает, который человек, который вошел в кино, то он больше никогда из него не выйдет. Иногда грубо сравнивать с болотом. То есть если ты в него войдешь, то больше из него никогда не выйдешь. Алмаз Бекбулат – киноактер, фотомодель. Обучение в Казахстанской медиа-академии выиграл на конкурсе «Лицо Центральной Азии». Занимается рафтингом, обожает походы в горы. Сколько у меня было предложений работать где-то там и занимать чиновничьи, поста, там, все это прочее. Сидеть с девяти до шести где-то в офисе и просиживать, и ждать, когда будет обед, а потом, когда будет окончание работы, то есть для меня. Серик Болот-Альбергенов – режиссер, сценарист, актер, призер студенческих кинофорумов. На сегодняшний день его фильмография насчитывает более десяти успешных проектов. Как вы пришли к своей работе? Как вы поняли, что это то, чему вы посвятите всю свою жизнь? Ну, во-первых, скажу, что я сам из кинематографической семьи. То есть вот мой отец покойный, Ментай Утипергенов, известный киноактер. То есть в этой среде я фактически вырос. И, как говорится, почему, на мой взгляд, как формируется профессия, как формируется выбор человека, это то, что ты в детстве получил какие-то эмоции. То, что тебя в детстве захватило, тем ты и будешь заниматься, мне кажется, всю жизнь. Почему? Потому что когда отец меня привел на киностудию «Казахфильм», и когда повел меня по этим павильонам, я помню, когда снимался исторический фильм, то есть вот эти декорации, вот эти мечи, щиты, вот этот сам запах павильона, вот этих приборов, вот это огромное количество людей, которые занимаются этим процессом, то есть оно настолько впечатляет, что все, больше ничем ты заниматься не хочешь. Не знаю, если бы, к примеру, отец повел бы меня куда-нибудь, не знаю, там, в какое-нибудь летное училище, да, я посадил меня в самолет, я полетал бы и все, я сказал бы, я был бы только пилотом, да, или там, не знаю, кто-то из врачей, допустим, привел, там, показал операционный, там, стол, не знаю, ребенок понял, что это его, то он занимался только бы этим. То есть фактически выбор у меня был с самого детства. Как актеры попадают в проект по своим ли талантам, трудолюбию или по указке сверху, ваш личный опыт? Как у других, я не знаю, но лично у меня, во время, то есть человек приходит на кастинг, то есть у нас появляется какой-то определенный персонаж, и мы на него ищем, допустим, на главных героя человека. Кастинг-директор мне показывает определенный, ну, в смысле, несколько там фотографий, видео, то есть я определяю, что вот этот возможно, что вот этот, вот этот, вот этот возможно, и как бы проводим видеопробы, соответственно, я напрямую общаюсь с человеком, если увижу у него вот этот потенциал, то есть он именно подходит для роли, то вот мне не важно. Порой бывает у некоторых там по знакомству, по блату, по родственным связям, то есть если где-то, все равно где-то мне это навязывают, то мне, как бы сказать, ну, по большому счету, на это наплевать. Ну, то есть такие истории были у вас? Были, нет, были, конечно, мы с тобой, да, когда предлагают, ну, если ты видишь, человек бездарен, да, ну, в смысле, и я в первую очередь всегда сопережаю о проекте. Я могу согласиться, да, взять этого, там, не знаю, этого человека, якобы по рекомендации, ну и все. Проект, можно сказать, будет провальным. Да. Смотреть не будет, соответственно, человек, если он бездарен, то хоть каким бы он там родственниками, не было бы, чьим бы родственникам не было бы, понимаете, от этого он лучше не станет. В ваших проектах, в ваших работах, что вами больше руководит? Желание заработать на проекте или же у вас желание реализовать творчески ваши идеи? Больше всего второе, почему? Потому что нельзя сказать, что у нас можно заработать огромные деньги на, у нас в киноиндустрии, или там, в производстве сериалов, да, там, в принципе. Мы говорим там, мы не говорим там о Голливуде, да, где это такой огромный процесс, это уже бизнес, который налажен, да, и люди фактически там, актер, если, допустим, снимется там в одном-двух проектах, то он фактически может обеспечить себя на всю жизнь, он может этим даже не заниматься. У нас же, как бы, это необходимость для того, чтобы иметь какое-то пропитание, но в первую очередь, опять-таки я говорю, это сам творческий процесс. Это команда, с которой ты все время собираешься, да, встречаешься, с ними начинаешь снимать, работать, вот. И порой иногда бывает сам материал интересен в том плане, что ты хочешь применить какие-то моменты, какие-то эксперименты, что-то сделать, что-то новое. Ну, где-то она получается, где-то не получается, там, как бы, о том, что говорить, сделать какую-то революцию, какое-то новаторство в этом плане, мне кажется, сейчас пока еще немножко рановато. Вот вы говорите свои идеи реализовывая, а какие идеи, вот, хотелось бы вам, чтобы ваших зрителей поняли из ваших фильмов, сериалов? Я больше сторонник, скажем так, немножко черного юмора, да, это вот в плане, скажем, к примеру, из фильмов, там, «Плохой Санта», да, фильмы, там, «Братьев Коинов», то есть, это мне ближе по душе, но сами понимаете, что мы такое кино не можем делать и снимать, не говоря о том, что делать сериал в таком духе, соответственно, много есть идеологем, есть много рецензий, в смысле, которые просто-напросто на корню не закрываются. А если снимать для интернета аудитории? Для интернета аудитории, да, то есть, вот я к этому времени, скоро к этому времени и начну делать интернет сериалы, которому, вот, фактически, я буду реализовывать то, что я хочу. То есть, меня никто не будет в этом плане не ограничивать, не будет никакой цензуры, никто на меня не будет давлеть, то есть, фактически, дай бог, вы увидите то, что, как бы, я был давно в голове. Супер. Это сверхспособность. Что это будет? А вы через свои проекты пытаетесь ли как-то нравоучать, показывать примеры для молодежи, учить ее чему-нибудь хорошему? Где-то да, но мне кажется, все равно, как только начинаешь говорить или учить, или показывать пример, то в той форме, которую предлагают мне, то оно никогда не будет работать. Почему, допустим, если мы говорим о, скажем, пропаганде, то, соответственно, в чем проблема? Вот, к примеру, да, у нас собирается снимать фильм для воспитательной, скажем так, а вот, в смысле, воспитательный фильм для молодежи, Ну, соответственно, вот, есть главный персонаж. Он изначально у нас хороший. Он такой гладкий, чистенький, вот, без никаких, знаете, изъянов. И тут главный герой начинает совершать главные, хорошие поступки. Вот он совершает, совершает, но нет, во-первых, ни роста. И, как сказать, я не верю этому персонажу. Вот яркий пример, я могу назвать два фильма, да, «Гряда», где разбиваются сердца, Клинта Иствуда, и всем более известный «Девятая рота», вот, Бондарчука. Какие ребята пришли туда? Вот, помните? Один какой-то алкоголик, другой там какой-то бандит, понимаете, вот, собрались вот ребята, которые вот фактически плохие парни, плохие парни, собирались, плохие парни, готовы там друг друга перегрызть, украсть, своровать, но получается так, что вот с ними происходит нечто такое, в котором они действительно готовы умереть уже друг за друга, готовы умереть за родину, там, понимаете, до последнего патрона, не жалея ни собственной жизни, да, вот как бы, и вот я вот вижу, вот это рост, соответственно, есть сопереживание за этого героя, а когда мы видим уже готовый, такой, знаете, вот этот супермен, совершающий хорошие поступки, ну, это мне кажется немножко неправдоподобно. Вот сейчас я наблюдаю, у нас в стране, в частности, в нашем городе, молодежь не соблюдают чистоту на улицах, на природе, вот как сделать так, чтобы им в голову как-то внедрить, что надо поступать чуть-чуть по-другому, более уважительно относиться к природе, соблюдать чистоту в городе? Не, ну, во-первых, все это закладывается от семьи. Если у них родители такие же, грубо говоря, даже не то, что грубо говоря, давайте как бы вещи называть своими вещами, да, вот если семья свиней, да, отец там, короче, безалаберный, мать такая же, понимаете, отец вышел, поплевал, семечки пощелкал, там, не знаю, там, кинул окуроки, как бы, соответственно, ребенок это видит, вот таким же он и вырастает. Завтра вот эту модель он применяет в собственной семье. Это как цепочка, она передается друг за другом. А сейчас как вы оцените общую экологическую обстановку в городе нашем? Экология в городе, но Алмата, она раньше была таким светущим зеленым городом, арки, которые текли, они всегда освежали город, делали его свежим, то есть люди сюда, даже несмотря на них жару, сюда в городе всегда было прохладно. Но несмотря на, ну теперь все это вырубали, кругом идут стройки. Допустим, когда, вот мы буквально были в Стамбуле на съемках, и вот мы уехали, какой-то небольшой парк хотели вырубить и построили какой-то там торговый центр. Весь Стамбул вышел, понимаете? Вышел на демонстрацию, чтобы отстоять вот этот маленький парчок, маленький клочок земли с этой зеленью, потому что им не нужен этот торговый центр. Потому что этот торговый центр будет работать на кого-то дядь, а зачем? Вот в этой солидарности жители, понимаете? Вот это и есть сила. Вот если бы вы стали Акимом Алматы, что бы вы в первую очередь предприняли для улучшения экологической обстановки нашего города? Ох, такой вопрос. Во-первых, дайте представить себе, мы это город, да? Каждый человек ходит по улице, вот даже я, я думаю, почему они вот это не сделают, почему вот это не сделают? Вот у вас такие идеи, бывают мысли? Ну, во-первых, сделать более чище город, очистить его от мусора, вот, как бы, и опять сделать социальные ролики, и я бы фактически срубание деревьев приравнял бы как бы к уголовному делу. Почему? Потому что дерево это живое существо, и, соответственно, хотелось бы уменьшить количество автомобилей в городе. Что нам мешает сейчас, сегодня это сделать? Ну, и, во-первых, избавился бы этих целлофановых пакетов, избавился бы от пластиковой вообще продукции, то есть, фактически, чтобы в городе запрет был на вот эти целлофановые пакеты. Сергей, я знаю, что я буквально вчера зашел к вам на страницу в Инстаграм, случайно увидел пост про тенгрианство, поделитесь, пожалуйста, вот, как вы к этому пришли, и насколько серьезно оно в вашей жизни? Ну, как сказать, оно всегда у нас было, допустим, у всех казах оно и было. А что такое тенгрианство? Это единение человека с природой. То есть, когда где-то в каких-то религиях все время говорят, что человек создан как бы все давно в использовании этих ресурсов. А в тенгрианстве нет вот этого деления. То есть, ты един с природой. почему она жирь, да, ума, хану, да, вот, все это, как бы сказать, каждая травинка, каждый кустик, это все единое целое. И, допустим, хорошо, когда ты уезжаешь в горы, ты вот это осознаешь, и вот это присутствие двух предков, которые всегда рядом с тобой, агуаху, которые тебя всегда оберегают, охраняют, то есть, это не просто так. Спасибо, Серик, за интересную беседу. Вам спасибо большое за то, что позвали. Что ж, дорогие зрители, вот и незаметно пролетело время с нашим гостем, очень интересной личностью. Напомню, с нами сегодня был Серик Смогу. Утипергенец. Настоящее имя Серик Бо Утипергенов. В резюме сегодняшнего интервью я хочу сделать такое. Неважно, какой деятельностью вы занимаетесь в своей жизни, главное, быть хорошим человеком, хорошим примером, не только для младших, но и для старших, стараться быть таким человеком. Завершить сегодняшнее интервью я бы хотел словами индейского вождя, который как-то сказал, «Когда вы срубите последнее дерево, когда отравите последнюю реку, когда поймаете последнюю птицу, только тогда вы поймёте, что деньги нельзя есть». эти слова были сказаны несколько веков назад, но, к сожалению, они применимы и к сегодняшнему времени. Так давайте же, мои друзья, сделаем так, чтобы эти слова не были актуальны никогда. Пока. Вы симпатичны, талантливы и харизматичны? Мечтаете освоить навыки ведущего и блистать на телеэкранах? Казахстанская медиа-академия приглашает вас в старшую группу курсов «Ведущий интервьюер» и «Ведущий прогноза погоды». Приглашаются желающие старше 25 лет. В программе обучения, уроки по технике речи, ораторское и актёрское мастерство, работа над экранным образом, развитие навыков общения перед телекамерами, тренинги личностного роста, мастер-классы со звёздами и, конечно, настоящие съёмки и зрители, которые увидят вас в настоящем телеэфире. Запись на кастинг по телефону в Алматы 317-19-86. Взгляды, контакты, прикосновения, убеждения. Наш собеседник — это наше зеркало. Мир — это тот, чем являешься ты сам. Талантливые выпускники Казахстанской медиа-академии общаются с интересными людьми. В программе «Искусство интервью» с понедельника по пятницу в 7.05 и 19.05 на телеканале Музлайф. «Искусство интервью» связь» Продолжение следует...